Витаю, друзья! У нас утро. Такая прекрасная пора. Времени суток. Самая прекрасная пора это утро. Когда все еще такое свежее. Когда все просыпается. Птички поют. Красота. Солнце еще не печет так нещадно, как оно печет днем. У нас все еще жарко. Продолжается жара. Говорят, что вся осень будет достаточно жаркая. Понятное дело, что по ночам уже свежее. Уже не так жарко, как летом. Но тем не менее, днем жарко. Солнцем просто нереально. 30 градусов и очень высокая влажность. Поэтому тяжело. Но, знаете, настроение с каждым днем все улучшается и улучшается. Потому что Збройные силы Украины это просто они просто молодцы. Насколько грамотно они воюют. Насколько умно все то, что они делают с минимальными потерями и для гражданской инфраструктуры, и для гражданских лиц. Потому что наши воины освобождают наши села. Там наши люди, наши села, наши территории. Там наши люди, там украинцы. Поэтому наши очень-очень бережно относятся. Это не орги, которые при наступлении просто сносят все, стирают все с лица земли. Вы понимаете, это у них такая тактика наступать, стирая все на своем пути. По-другому они захватывать территорию не могут. Как наши, знаете, я, конечно, не военный эксперт, чтобы там анализировать и комментировать то, что происходит сейчас на фронте. Ну а вот как обыватель, да, вот могу сказать, как вы представьте, Украина объявила о контрнаступлении на Херсон, да. Российские войска тут же начались перебрасываться с других фронтов, с других линий фронта переброску, массовую переброску туда, чтобы отразить это контрнаступление. Перебросили достаточное количество войск, а украинская армия не наступает и не наступает, и контрнаступления никакого нет, всего лишь происходит выносы там складов, растолбление мостов и все прочее, то есть, ну, обескровливание противника. А наступления как такового нет. Эти почесали репу, подумали, наверное, их обманули, и, скорее всего, что это обманный маневр, и наступление готовится на другом направлении. И начинается переброска на восточное направление, туда, где Донецк, да, там, массовая опять переброска. Только-только перебросили туда, начали там окапываться, готовиться. Украина начала наступать на Николаев. Блин, давай опять обратно перебрасывать войска. Ну, это вот то, что я наблюдаю за этот период, я так своими словами рассказываю. началась опять переброска. Мало того, что все эти колонны, которые туда-сюда, вот эти телодвижения бесполезные, бессмысленные совершают, они, ну, совершенно бессмысленно это все происходит, а плюс еще они становятся прекрасной мишенью для ВСУ. Точно так же, как эти колонны были прекрасной мишенью в Киевской области в начале войны, когда на них Байрактары и Джаулины прекрасно все это полили под дной. И сейчас то же самое. Одну колонну спалили, вторую колонну спалили при переброске, да. И опять никакого контрнаступления нет. Ну, какие-то там есть, да, что-то там, какие-то подвижки на юге, но это совсем не то, что ожидалось. И тут пока опять чесали репу, пока думали, что к чему, хряк и балаклея. Вот это вот уже действительно серьезное, настоящее контрнаступление. Причем украинская армия ведет его не так, как российская. Российская армия ведет его по канонам Второй мировой войны. То есть забросать противника мясом и техникой. Это вот их такая тактика ведения войны. Она пожизненно сопровождает российскую армию еще со времен Суворова. И Жуков ее прекрасно продолжил традицию, его знаменитое выражение бабы еще на рожа, да, что ее жалеть этих солдат. И Путлер продолжил это, потому что в своей какой-то недавней речи он сказал, что Россия ничего не потеряла за эти поводы. То есть понимаете, я уже не говорю о тех репутационных потерях, экономических потерях, потере будущего, того, что потеряла эта страна. Просто возьмем даже потери людей, этих солдатиков, блин, по данным украинских, украинского министерства обороны, это больше 50 тысяч уже на сегодняшний день убитыми. убитыми. Это только официальные данные. А сколько неофициальные, сколько невозможно почитать, потому что боевые действия ведутся очень интенсивно, и 100% подсчет осуществить очень сложно. Поэтому, смотрите, 50 тысяч это так, можно сказать, приблизительно. Даже если эту цифру умножить на 4, то есть это все боевые потери. Это раненые, это вышедшие из строя, это пленные, это безногие, безрукие коллеги, то есть всех тех, кто пострадал во время этой войны с их стороны. То есть это для Путлера не потери. Ну, нужно насрать в каком смысле на людей. Вот, они выполняли по его воле, да, он хотел стать владычицей морской, а они по его воле, по щучьему велению выполняли то, что он хотел, потеряли здоровье, жизнь, не знаю, что там еще, руки, ноги, глаза, а для него это не потери. То есть, да, вот это вот тактика ведения войны со времен Второй мировой войны, запрасывания мясом, запрасывания техникой, и сейчас этого мяса и техники по всей Украине, по полям, мясо лежит, гниет, а техника ржавеет. В отличие от российской армии, украинская воюет очень грамотно и современными методами, то есть, война ведется на расстоянии, то есть, вот именно вот это обескровливание, то есть, уничтожение складов, уничтожение логистики, которая обеспечивает подвоз снарядов, там, горючего пропитания, всего прочего, что необходимо на боевые позиции. То есть, вот эти вот вояки на передке, они остались практически без поддержки со стороны их генерального штаба. То есть, ни оружием, ни едой, ни подкреплением, там, авиации или артиллерии, ничего этого они уже им обеспечить не могут. Поэтому, этим объясняется огромное количество военнопленных за эти три дня. Понимаете, я так думаться даже, за три дня освобождено более 80 километров территории и более 30 населенных пунктов. За три дня российская армия брала эти там, эти населенные пункты три месяца. Вот. А украинская освободила их в течение трех дней. Вот. И это как раз благодаря современному ведению боевых действий, современному оружию, которым союзники обеспечили украинскую армию. Но, понимаете, само оружие по себе это очень хорошо, но его нужно еще грамотно использовать. И вот все генералы там, и американские, и британские, все вот, ну, как бы, те, которые понимают, о чем речь, в чем вопрос, они все восторгаются умением украинских войн, просто восторгаются, понимаете. Вот. Так что идем вперед и смотрим дальше. Сейчас, видите, активная, то есть, вот, поскольку, знаете, вот российская армия ведет вот такую вот войну, они ожидали то же самое от противника. Они ожидали, что контрнаступление будет выглядеть именно таким же образом, забрасыванием пехоты и танков. То есть, пойдет какое-то лобовое столкновение, они рассчитывали, что в этом они, типа, преуспеют. Но для них оказалось это неожиданность именно такой тип, такая тактика ведения боевых действий. Потому что они этому не обучались. Их обучали быстрым, как это называется, маленьким победоносным воинам, да, пришли, разбомбили все под ноль, как они в Алеппо разбомбили, да, смародерили, изнасиловали, убили, все, они герои. А держать оборону их никто не учил. То есть, их даже культивировалось вот это вот в их сознании то, что они молодцы, они умеют нападать, они умеют атаковать, и, типа, никто им не сопротивляется. Ну, вот, оказалось, это грандиознейшая стратегическая ошибка и военного командования, и самой армии в целом, и в результате чего даже целые армии, целые там какие-то гарнизоны, не знаю, как это правильно, да, по-военному, они прекратили свое существование, потому что были убиты, вот, или взяты в плен последний, какой солдат, который там был в этом подразделении. То есть, вот так, это уже практически конец российской армии. Конец, понимаете? Вот что значит понты. У них же были сплошные понты, возьмите вот этих войска дяди Васи, да, ВДВ, которые только умели чтобы бухать и купаться фонтана. Дельники носить и бить морду за то, что их кто-то там неправильно назвал или не так посмотрел, или не ту музыку включил. Ну, вот это вот эти понты, или понты с теми же кадыровцами, которые только в ТикТоке, как оказалось, умеют воевать. А попав в реальные боевые действия, точно так же прекрасно горели, как и буряты, как и русские, как и остальные, кто там у них в армии присутствует в народности. Потому что Байрактару или Джавелину или Хаймарсу, ему пофиг какой-то национальности. Он всех расхерачил. Так что вот так. Вот эти понты, понимаете, они присутствуют не только в армии, там вся страна на понтах абсолютно. Все вот это фиктивное, фейковое, все фейковое, просто все. Чтобы ублажить начальство, снимаются фейковые новости, чтобы там замылили глаза кому-то, фейковые какие-то, референдумы, какие-то все это. Это все может быть имело какой-то эффект на определенном этапе жизни общества. Но сейчас оно просто проигрывает. Оно проигрывает современному ведению боевых действий, современному мышлению и вообще всего современной жизни. Россия очень сильно отстала, очень сильно отстала от цивилизованного мира. А сейчас еще к тому же ее и взяли и выпилили из этого мира. То есть это просто, причем расплачиваться за это будет не только вот это поколение, которое позволило это все, а и два, а то и три поколения вперед. Ну, маемо, шумаемо, как говорится. Что хотели, то и получили. О чем мечтали, то и притянули к себе. Хотели воевать со всем миром Западом, вот, пожалуйста, имейте на свой голову. В общем, вот так. Так что наблюдаем. я, кстати, всех поздравляю, всех украинцев, всех небезразличных, всех, кто переживает и сочувствует Украине, поздравляю с тем, что мы встали на финишную прямую. Конечно, до конца еще далеко, еще, наверное, будет, пройдет не один месяц до того момента, как полностью освободим, да, свою территорию украинскую, вышибим этих тараканов, вытравим их из нас. вот, тараканы, травить их, так как тараканов, плюс еще, ко всему прочему, техника выставлялась, вот эта сожженная на Крещатике на 24 августа, на день незалежности. И когда ее потом убрали, Крещатик помыли с мылом. И правильно, правильно, надо отмываться, отмываться от этой грязи, от этой мерзости, от этой гадости, от этой блевотины, надо отмываться от этих изюков, спортивно даже говорить об этом. Вот так вот. Спасибо, ага. Ну вот так, это мы сейчас прервались, ненадолго заехали в садовый центр, там купить кое-что, мелочи. Но цветами я уже буду заниматься весной, сейчас не буду на осень, хотя в октябре надо сажать там розы, да, высаживать там виноград, что такое там у Ларьи хотел сажать, пока не буду. Так вот, да, что мы говорили. Всё, знаете, жизнь справедлива. Хотя иногда кажется, что это не так, но на самом деле справедливо. Я верю в справедливость, знаете, может быть, не всегда она присутствует, как бы в нашей такой текущей жизни, но есть высшая справедливость, и вот в это я верю чётко. так что всё идёт правильно. Знаете, вот ещё, да, говорила о том, как они ведут войны, да, маленькие победоносные победы, маленькие победоносные войны, быстро победить, и всё. для того, чтобы вот эти войны вести и побеждать, да, нужна какая-то определённая идеология. Ну, даже не идеология, но как бы обоснование, да. Чем обосновали вторжение в Украину? Тем, что есть какие-то мифические нацисты, да, на этой территории, в этой стране, какое-то правительство у нас, значит, кунта, вот, и плюс ещё, ко всему прочему, оказывается, Украина хотела напасть на Россию, смешно, это при том, что они постоянно трубили раньше, о том, что их армия не переможна, там, не перевершена и всё прочее, и вдруг боятся какой-то маленькой Украины до такой степени, чтобы напасть на неё первыми, чтобы предупредить нападение. блин, вот эти, я вам сейчас покажу, да, откуда готовилось направление, нападение. В общем, вот это такое. Так вот, с чем они сейчас оправдали это, да, вот, нацисты? россиянам забили в мозги, что их армия борется с нацизмом. А что теперь получается? Получается, что весь мир включился в борьбу против армии, которая борется с нацизмом. То есть, весь мир получается за нацизм, ну, думаться так, да, логически. Во время Второй мировой войны антигитлеровская коалиция составляла, по-моему, 43 страны, да, туда входила. На сегодняшний день в антипутинскую коалицию входит уже больше, уже, по-моему, больше 45 стран входит в эту коалицию. Это, судят по чему? По Рамштайну, вот этому совещанию глав армий, ну, мировых армий, да, там, стран. Вот это уже больше 45 стран принимает участие в Рамштайне, в этой конференции. То есть, антипутинская коалиция, это, ну, объединила в себя такую достаточно крупную часть мирового сообщества. То есть, получается, что Россия в одиночку борется с нацизмом, а весь мир его поддерживает. Ну, блин, ну, не бред это, ну, бред же полный. То есть, нужно подумать, что как раз наоборот, скорее всего, да, что нацистами, фашистами как раз являются те, кто совершил эту агрессию, немотивированную, основанную на каких-то фейках, на лжи, на брехне полнейшей. А российское народонаселение с удовольствием это схавало, с удовольствием, с причмокиванием, со смакованием подробностей и деталей. Ну, вот рано или поздно все становится на свои места. Ложь, какая бы она извращенная, изгаленная и изощренная не была, она рано или поздно все равно выплывает наружу, как бы ее не пытались прикрывать. А в таких масштабах так тем более. То есть сейчас у пропагандонов российских у них даже такая задача нелегкая. Как это все обосновать? Как обосновать непобедимую армию, которую разгромили на голову, просто разгромили? Как обосновать, что армия, которая боролась с нацизмом, оказалась разгромленной? Ну, как это все сейчас объяснить? Вот как? Будем наблюдать, очень интересно. Ай, очень интересно. Начинается интереснейший этап нашей жизни. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов то, что это все с потерями, огромными потерями для Украины, для мирного населения, для вооруженных сил. Это, конечно, да, но это та цена, которая платится за эту свободу и за, в конце концов, очищение мира от этой коричневой чумы. Сейчас это у нас уже не коричневая, а какая бело-синя-красная чума, да? От этой свастики, от этих фашистских лозунгов, от фашистских приемов, от нацистских, и от самого этого змеиного гнезда, кубла, которая порождает это все. Вот. В общем, цена высокая. Но наше поколение должно закончить это, не оставляя это все нашим детям и внука. Потому что, видите, наши деды оставили нам это. Ну, а мы не должны, мы должны с этим покончить. Каждый на своем месте как может. Ну, вот так. Ну, наблюдаем дальше, смотрим за развитием событий. Оказывается, уже пленных настолько много там, что их девать некуда, потому что действительно совершенно неожиданным оказалось это наступление с неожиданного места, где их ожидали. И, конечно же, они побросали всю технику. Боже мой, в сети сейчас только видео, как они побросали технику, боеприпасы. Ну, просто в буквальном смысле трусы свои даже забывали, как бежали, сверкая пятками. И очень много в результате как убитых, так и пленных. Убитые исчисляются сотнями. Это было вот только вот в начале вот такое количество убитых было в начале войны, когда они шли там этими колоннами по Киевской области, в Житомирской области там на севере. Вот, сейчас опять это все вернулось. И плюс еще добавилось огромное количество пленных, которых уже просто некуда девать. И эти пленные самое ужасное, что они никому не нужны. Вот так же, как не нужны убитые, не нужны их родственники, так и не нужны эти пленные. Если наши собирают пленных для того, чтобы пополнить обменный фонд и вернуть наших украинских ребят в дома, домой, потому что для нас каждый человек ценен, каждый воин, каждый ребенок, каждая женщина, каждый старик. А для россиян это все мусор. Помните, как этот, Глеб Жеглов? Плохой человек твой Жеглов. Для него люди мусор. Так вот, для Путина и для его клики, да и вообще для любого российского руководства годами складывалось так. Люди мусор. А ему поклоняются. Вот представляете, да? Вот как. Раборепское поклонение вождю, который всех убивает. Ну да, стадо овец, вот оно слушается пастуха, да? Его запугивают волками, хотя пастух съедает, овец гораздо больше, чем полки. Вот то же самое и в российском обществе. Ну окей. Все, мы уже доехали на сегодня. Все, пока наблюдаем за развитием событий. Слава Збройным силам Украины, слава Украине и смерть российским оккупантам. Слава Украине 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 Героем Слава Украине Слава Украине Слава Украине Слава Украине Слава Украине Слава Украине